Следственной группой для многоресничных червей или для трубелярий является группировка неодермата. Их выделяют на основании специфического строения покровов. В основном представители неодермат являются эктоэндопаразитами, при этом паразитируют они как на беспозвоночных животных, так и на позвоночных животных. Для них характерен синцитиальный эпителий, который называется тагумен. Синцитий это слившиеся между собой клетки, но при этом каждое ядро клетки будет руководить каким-то своим объемом цитоплазмы. Поэтому цитоплазмы не становятся лучшей, однако межклеточные перегородки исчезают. Для неодермат характерны достаточно сложные жизненные циклы, чаще всего они связаны с водой, в редких случаях с водой они не связаны. Давайте посмотрим, как же образовывался документ. Собственно, изначально у нас был обычный ясничный эпителий, такой же точно, как у турбелярий. Однако клетки, которые лежали под этим эпителием, постепенно начали встраиваться в эпителиальные покровы, проходить через базальную пластинку и занимать их место. И, собственно, занимать их место. И дальше они вычислили клетки с ресничными покровами, ресничные покровы отвалились, а клетки остались, собственно, вместо этих ресничных покровов. Но при этом важно отметить, что ядра этих клеток являются погруженными, находятся они под базальной пластинкой. Для документа характерно достаточно большое количество функций. В частности, этот документ отвечает за астматическое давление, так как паразиты живут не в самых благоприятных средах. И, собственно, для того, чтобы не давать важным питательным веществам паразита вытекать обратно в хозяина, документ существует. Помимо этого, документ отвечает за трофические функции кожных покровов, так как многие паразиты, которые обитают в полостях тела, постепенно утратили пищеварительную систему и питаются путем всасывания через всю поверхность сенсития. Также есть предположение, что документ может регулировать иммунный ответ хозяина посредством образовывания визикул с, предположительно, молекулами информационной и РНК. И именно так, возможно, паразиты модулируют иммунный ответ хозяина, потому что, как известно, иммунный ответ на паразитов у хозяев обычно очень низкий, если он вообще есть. В группировку неудромата входят три класса. Два больших, один очень небольшой. Значит, во-первых, это класс триматоды. Тиматоды или сосальщики. Это класс цистоды или ленточные черви. И также моногенеи, моногенетические сосальщики. Это очень мелкий тип класса, мы в конце о нем поговорим. Собственно, начнем мы с класса триматода. У них все еще есть ротовое отверстие, что на самом деле достаточно удивительно для плоских червей, для паразитических червей. Жизненный цикл у них происходит со сменой хозяев, однако без смены поколений. Это значит, что яйцо зародилось, так же это яйцо и живет. Нет такого, что где-то происходит погибание этого зародыша. Нет, весь жизненный цикл прокручивается с помощью одной особи. Чаще всего в жизненном цикле триматод присутствуют прихоногие моллюски, однако в редких случаях этого может не быть. У триматод достаточно сложно устроенный синцитий, табумент. В составе табумента есть кутикулярные шипики, которые помогают сосальщикам более эффективно задерживаться и цепляться за стенки тела. Внешняя морфология сосальщиков достаточно примитивная. Тело у них уплощено в дорзовентральном направлении, то есть в спинно-брюшном. Чаще всего триматоды имеют листовидную форму тела. В некоторых случаях эта форма тела может быть достаточно узкой. Имеются органы прикрепления. У них есть две присоски, передняя ротовая и задняя брюшная. Собственно, вот ротовая присоска, вот брюшная присоска. Когда сосальщиков только описывали, обе присоски приняли за рот. Поэтому, собственно, второе название сосальщиков – это двуустки. То есть двое уст, два рта у животных считалось, что было. Но на самом деле нет. Рот располагается внутри не лишь ротовой присоски. Брюшная присоска – это просто впячивание кипятеля. Кожно-мускульный мешок достаточно неплохо развит. Имеется кольцевая мускулатура, продольная. И в некоторых случаях может быть диагональная мускулатура. И диагональная мускулатура встречается чаще всего у крупных осм. У них хорошо развита паранхима. Опять-таки, полостей тела никаких нет. Но, как мы помним, вообще наличие паранхима является общим признаком для всех плоских червей. Пищеварительная система нередуцирована. И роль тагумента в питании, конкретно, трематон, достаточно невелика. В целом, они способны заглатывать пищу через рот, переваривать ее в слоем кишечнике. Рот находится у них на дне передней присоски. И идет в достаточно короткую глотку. Вот тут будет располагаться глотка. За которой, собственно, переходит в пищевод. И глотка и пищевод составляют среднюю кишку. Далее все это переходит в среднюю кишку. И средняя кишка сосальщиков будет листой. Но здесь, собственно, видно две основные векции, которые сильно ветвлятся и заходят во все части червя. У крупных видов есть ответвление. В то время как у мелких видов ответвления может отсутствовать. Выделительная система представлена протнефридиями. Однако она достаточно сильно разветвлена. Мы это тут видим. И все выделительные каналы стекаются в один большой выделительный канал. И, собственно, этот выделительный канал уже непосредственно двигается к выделительному отверстию. Ведет к выделительному отверстию. На заднем конце тела в некоторых случаях может формироваться мочевой пулей. Ну, это просто утолщение, по сути дела, выделительного канала. Нервная система включает в себя головной мозг и продольные нервные стволы. Среди которых чаще всего выделяется пара вентральных стволов. То есть пара брюшных нервных стволов. Между которыми могут образовываться комиссуры. Органы чувств имеются и представлены разнообразными попилами. В некоторых случаях у эндопаразитических форм отсутствуют глаза. Однако у личностных стадий, свободно живущих стадий, они всегда есть. Обычно простые. Половая система у них гермафродитная. Ну, вообще гермафродитизм достаточно сильно характерен для полосных паразитов. Связано это с тем, что вообще встретить свою особь внутри тела своего основного хозяина. Это задачка не из простых. Если уж встретил, то дело до выбора не доходит. Можете потихоньку начинать задавать вопросы по поводу общего строения плоских червей. Перемотвод. Оплодотворение у них внутреннее и перекрестное. При этом мужская часть половой системы включает в себя парные семенники, которые чаще всего лежат в задней стороне тела. Вот они. Простите, пожалуйста. Не помогло. Сейчас я другую шорсть прости. Простите. 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 Надеюсь, что помогло. Их протоки семенников – это длинные тонкие семя проводы, которые тянутся вперед и впадают в сумку цируса. Собственно, цирус – это совокупительный орган, который присутствует у тримотод. Сама сумка цируса представляет из себя впячивание с очень мускулистыми стенками, которое снабжено перистальтическими железами и семенным пузырьком. Собственно, в семенном пузырьке идет накопление синтезировавшейся спермы. Сам по себе цирус представляет из себя полую трубку, которая способна вворачиваться внутрь тела червя и в нужный момент выворачиваться обратно. И, собственно, через этот совокупительный орган происходит передача мужских половых продуктов. Женская половая система представлена яичником, парным желточником и непарным яичником. На самом деле, желточник, он тоже как бы парный, потому что желточник является дериватом яичника, то есть преобразовавшимся яичником. В состав женской половой системы также входит спермоприемник, и полученная от другого особи спермы, собственно, запасается в этом спермоприемнике. И дальше в матке будет происходить оплодотворение. Есть ли вопросы какие-нибудь? Сейчас посмотрим. Так, ну вроде вопросов пока нет, поэтому давайте поразбираем жизненный цикл. А, ну стоит, наверное, сказать, что зрелые яйцеклетки оплодотворяются либо в яйцевой, либо в оотипе. Оотип – это, собственно, от роста в матке. В оотипе к зиготе прикрепляется несколько желточных клеток, потом это все вместе одевается скорлуповой оболочкой и формируется сложное яйцо, где на одну яйцеклетку приходится примерно от 20 до 30 стерильных клеток, и именно в их цитоплазме будет накапливаться основная масса желтка, то есть запас питательных веществ. Собственно, самый часто рассматриваемый жизненный цикл для сосальщиков – это пример жизненного цикла печеночной двуустки. У нее достаточно классический жизненный цикл, взрослое животное, которое называется марита, вот тут это слово написано, обитает в желчных протоках печени, и, собственно, там из нее выходят яйца оплодотворенные, которые по желудочно-кишечному тракту выходят во внешнюю среду. После этого яйцо обязательно должно попасть в воду, и внутри, в воде, внутри яйца развиваются ресничные личинки, которые называются мироцидии. Ну, это такая личинка, напоминающая плаву, сильно ресничная, плохо питающаяся, вот она плавает какое-то количество времени, после чего она должна попасть внутрь улитки. Она поедается, собственно, улиткой, и внутри тела улитки проходят последовательно три стадии. Сначала она отбрасывает все свои реснички, превращается в спороцисту, спороцистам делятся бесполным способом, образуются рэдии, рэдии тоже делятся бесполным способом, образуются циркария. Циркария – это такая свободно плавающая личинка, у которой есть длинный подвижный хвост. Собственно, циркария выходит во внешнюю среду, плавает там какое-то время, а потом оседает на прибрежной растительности и поедается... Оседает на прибрежной растительности, отбрасывает свой хвост, инцестируется и превращается в адолескарию. Адолескария. Адолескария сидит на водной растительности и для завершения жизненного цикла эту адолескарию должен съесть либо какой-то не очень внимательный плавец, либо крупный рогатый скот вместе с травой. После этого жизненный цикл, собственно, замыкается. Из адолескарии в тонком кишечнике выходит личинка и, собственно, она превращается уже во взрослого червя, который называется марита. В целом все жизненные циклы похожи, но давайте рассмотрим несколько, чтобы это все получше закрепилось. Так, я вижу вопросики. Где расположен цирвус? Цирвус расположен в передней части тела, вот примерно вот здесь. К сожалению, нам его здесь не нарисовали, но вот семенной пузырек и прямо рядом с семенным, а ну вот, совокупительный орган вот здесь, и вокруг совокупительного органа располагается цирвус. Есть ли у трамотод полости тела? Нет, полостей нету. Первичная полость превратилась в паренхему, а вторичной полости тела у них либо еще нет, либо уже нет. Что значит цистируется? Значит, приобретает толстую оболочку, превращается в цисту, то есть в ней замедляются метаболические процессы, она практически переходит в анабиоз, да и все, наверное. Следующий пример жизненного цикла, который мы рассмотрим, это кошачья двуустка. И этот жизненный цикл характерен тем, что у кошачьей двуустки или у китайской двуустки есть два промежуточных хозяина. Собственно, Марита опять-таки, взрослый человек, живет в протоках, в желчевыводящих протоках. В печени яйцо также должно вынестись вместе с непереваренными пищевыми остатками в окружающую среду и попасть в воду. Там это яйцо поедается улиткой и в стадии улитки уже проходит стадия мироцидия, фарацисты, рэдди и циркарий. Циркария выходит во внешнюю среду и какое-то время плавает, пока ее не съедает рыбка. Как только циркариус ела рыбка, циркария отбрасывает свой подвижный хвост, инцестируется, оседает в мягких тканях рыбы. И дальше при недостаточной термической обработке этой рыбы можно заразиться кошачьей двуусткой. Следующий вариант жизненного цикла – это жизненный цикл шистосомы. У них достаточно интересный механизм проникновения. И, собственно, в связи с этим у них есть специфические адаптации. А также это редкий пример раздельно полых, плоских червей, собственно. У них достаточно ярко выражен половой диморфизм. Самки меньше, чем самцы. Что удивительно, потому что обычно самки, наоборот, крупнее. Живут они в тонком и толстом кишечнике, а также в протоках печени. И для начала жизненного цикла яйца должны попасть в воду. Яйца могут выводиться как с фекалиями, так и с мочой, что тоже достаточно удивительно. Внутри яиц развивается ресничная личинка, которая называется мироцидий. Мироцидий проникает в ткани улитки, причем он это делает активно. И в улитке проходят стадии спороцисты. И спороцисты, выходя из улитки, превращаются в циркарию. Циркария покидает тело моллюска, свободно плавает до того момента, пока не найдет подходящую жертву для продолжения своего жизненного цикла. Если это попался человек, то она, ну что он, любое другое животное на самом деле, циркария активно внедряется в его кожу посредством наличия кутикулярных образований у нее на хвостике. Вот ее хвостик, вот здесь вот кутикулярное образование. И, собственно, внутри человека циркария теряют свой хвостик и становятся шистосомолами. Ну, это, по сути дела, тоже цисты, но с какими-то своими особенностями. Вот эти шистосомолы, они некоторое количество времени циркулируют в кровяном русле и дальше попадают в портальную систему печени, в кишки и так далее. И там уже происходит половое созревание. Следующий представитель – это ланцетовидная двуустка. И, что интересно, ее жизненный цикл не связан с водой, а также они достаточно сильно и интересно влияют на промежуточного хозяина. Собственно, начнем мы, давайте вот раз с улитки. В улитку попадает, собственно, яйцо, которое внутри улитки претерпевает несколько стадий. Во-первых, они превращаются в эмироцизии, потом они превращаются в спароцисту. И эти спароцисты могут делиться бесполым способом. Сидят они в печени улитки. Улитка печень большая, красивая, поэтому там много чего есть покушать. Из спароцист получаются циркарии, которые выходят во внешнюю среду вместе с комочками слизи, которые выделяют улитки. Вторыми промежуточными хозяевами для ланцетовидной двуустки являются бурые лесные муравьи. Ну, на самом деле, не только бурые, но, например, бурые, которые поедают выделяемые улитками через дыхательное отверстие комочки слизи вместе с циркариями. Поэтому в этом случае циркарии будут являться расселительными личинками. Большинство проглоченных муравьем циркарий проникают через стенку зоба в полость тела и там утрачивают хвост и инцистируются. Однако одна циркария проникает в подглоточные ганглии муравья. Там она образует особую тонкостенную цисту, не способную к дальнейшему развитию. Однако именно за счет того, что стенка эта циста очень тоненькая, через нее может идти обмен веществами. И, собственно, эта циста начинает влиять на поведение муравья. Днем муравьи ведут себя, как обычно, но ночью они не возвращаются в муравейник, а забираются высоко на стебли трав и растений и прочно удерживаясь за травинку мандибулами, раскачиваются вот так вот на ветру. И, собственно, для замыкания жизненного цикла необходимо, чтобы вот это муравья съел либо крупный рогатый скот, ну или человек. Так, следующий вариант жизненного цикла, ну, наверное, на нем подробно останавливаться не будем, потому что это почти такой же жизненный цикл, но только с моревичьим креветки. То есть у нас яйцо выходит во внешнюю среду, попадает в воду, в яйце развивается мироцидий, выходит во внешнюю среду, там плавает, 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 попадает в улитку. Улитки проходят стадис процис, террори и циркарии, потом циркария выходит из улитки, поедается рачком, в рачке отбрасывает хвост, превращается из циркарии в адолискарию. И дальше для того, чтобы заразиться, надо выпить, собственно, воды, например, или съесть супа, в котором остались вот эти вот недобитые рачки. И один очень интересный представитель плоских червей – это реберои андатра, которые видоизменяют своих промежуточных хозяев. Одним из важнейших факторов роста для головастиков являются молекулы ретиноевой кислоты или витамин А. И перед проникновением в тело головастика реберои начинает производить такие молекулы. И как только попадает в головастика, мигрирует там зачатки лап и выпускает ретиноевую кислоту в ткани. Из-за этого у головастиков образуются дополнительные конечности. Как показали исследования, такие лягушки, которые появляются с дополнительными конечностями, гораздо медленнее двигаются. У них меньше высота прыжка, меньше длина прыжка. И они являются легкой для бычи, для чаек и аистов, у зуравлей, которые являются окончательно хозяевами. Собственно, зуравль или аист поедает такую лягушку и в нем развивается уже взрослая осадь, половозрелая в кишечнике. После того, как осадь там развилась, она спаривается. Оплодотворенные яйца выходят во внешнюю среду. Там в яйце образуются мироцидии. Мироцидии поедаются улиткой. В улитке проходят стадии спароцисты, рейдии и циркарии. Циркария выходит во внешнюю среду и активно вселяется в лягушку. Так, на этом про крематод у меня все. Ваши вопросы. Вопрос, что такое мандибула? Мандибула – это верхняя челюсть у членистоногих. На самом деле не только у членистоногих, у всех первичных ротов, у которых есть членист. То есть верхняя челюсть представлена мандибулами. И когда с вами до полихет дойдем, мы это разберем. Следующий класс, который нам предстоит изучить – это класс цистота или ленточные черви. Ленточные черви достигли вообще какого-то эволюционного успеха в плане паразитическом. Они очень успешно выметывают очень много яиц, вообще их очень много. Они обладают очень специфическими приспособлениями для паразитизма. Сейчас давайте я. Жизненный цикл у них опять же со сменой хозяев, однако без смены поколений. У них редуцирован кишечник полностью и питание идет целиком через тегумент. Нервная система редуцирована, но не совсем. И у них есть выраженная тенденция к получению репродуктивного потенциала. Я чуть-чуть попозже объясню, что это значит. Значит, выглядит взрослый ленточный червь вот таким вот образом. У него есть голова, которая называется сколекс. Вот, собственно, сколекс. На сколексе располагаются различные прикрепительные элементы. Это могут быть присоски, это могут быть крючья, это могут быть складочки, которые называются боты, это могут быть какие-то выросты с крючьями и так далее. За сколексом располагается шея. Вот она, или шейка. Это место образования новых сегментов. То есть рост сегментов у цистот будет интерколярный, то есть вставочный. За шеей располагаются, собственно, лента из проглотид. Проглотида – это один членик из ленты. В самих проглотидах находятся всего две системы органов. Это выделительная система и половая система. При этом выделительная система, даже на отрывавшейся проглотиде, всегда подскажет нам, с какой стороны у этого червя располагалась голова. В каждой проглотиде располагаются три канала выделительной системы. Два продольных канала и один поперечный. Так вот, поперечный канал выделительной системы всегда находится с дальнего от головы края проглотида. То есть у этой части червя голова находилась вот здесь. У цистот хорошо развитые тогументы. Здесь мы, собственно, можем увидеть, что цитоплазма без перегородок, а ядра действительно погружены под базальную пластинку или базальную мембрану. На тогументе располагаются микротрихи. Это такие шипики с кутикулярным кончиком, которые участвуют в прикреплении к стенке кишечника. Также там могут быть разнообразные крючья и различные сенсорные окончания. Сенсорные окончания – это вообще штука важная. И даже у борозитов, которые живут исключительно в кишках, они есть для того, чтобы как минимум регулировать гуморальную регуляцию. Прикрепительные органы, помимо вот этих микротрихий и крючков, есть такие присоски. Ну, присоски, понятно, это просто впрячивание эпителия, покровного эпителия. Есть ботрии, ботрии – это такие складочки, которые как бы зажевывают в себя кусочек частично эпителий. Есть крючья, есть хоботки с крючьем. Если мы посмотрим более внимательно устройство проглотиды и, собственно, поговорим о строении половой системы, то половая система у них гермафродитная, достаточно стандартно устроенная. В состав мужской половой системы входят большие, хорошо развитые семенники. А, я забыла сказать, они протандрические гермафродиты. То есть сначала развивается мужская половая система, потом женская. Сейчас я объясню, зачем это нужно. Значит, есть большие семенники, которые собираются, секрет которых собирается семенными каналами, подходят к совокупительному отверстию. Там, значит, есть совокупительный орган, который передает эти продукты, собственно, полового процесса. В женскую половую систему входят влагалища, которые находятся рядом с совокупительным отверстием. Входят матка или ООТИП, матка, камера оплодотворения или ООТИП, а также два яичника и один желточник. При этом интересно отметить, что матка может быть закрытого типа, как вот здесь, а может быть открытого типа. Если матка закрытого типа, то она представляет из себя мешочек такой, внутри которого накапливаются оплодотворенные яйцеклетки. Если матка открытого типа, то она представляет из себя трубку, проходя через которую яйцеклетка взрослеет, а потом она вываливается из состава трубки и накапливается просто в полости проглотибр. По поводу протонтрических гемофолитов и вообще, как же они оплодотворяют друг друга. Значит, на каком-то этапе, например, вот здесь вот у нас заканчивается развитие мужской половой системы. И здесь все членики будут обладать развитой мужской половой системой. Ну, я не буду в каждом членике рисовать, а то это миллион лет займет. А вот в члениках, которые находятся ниже, уже есть развитая женская половая система. Эти членики сближаются друг с другом. Ну, вообще, червь лежит в кишке хозяина вот так вот петлями. Значит, две части петли сближаются друг с другом, происходит оплодотворение. И надо понимать, что вот это все называется рамка оплодотворения. Что рамка оплодотворения, начало ее, находится всегда на одинаковом количестве члеников от главы. То есть, эта рамка оплодотворения по мере вставления вот здесь вот новых члеников, да, она будет как бы подниматься наверх. Я надеюсь, вы понимаете. Ну, то есть, здесь, например, 61-й членик был по счету, например. Еще один добавился, этот стал 62-м, значит, рамка оплодотворения сдвинулась на один членик ближе к голове. Если это непонятно, вы скажите, я еще раз объясню. Едем дальше. Собственно, как стать успешным паразитом? Во-первых, плоские черви приобрелись в реальные половые комплексы. То есть, не одну половую систему приобрели, а несколько. Вот, собственно, несколько половых систем в составе червя. Дальше они решили, что все половые системы в одной полости – это плохо. И сделали членистыми себя. И вот по одной половой системе попало в каждый членик. Так что, если здесь один членик повредится, ничего страшного не произойдет. Потом они усложнили прикрепительные аппараты. И таким образом добились репродуктивного успеха и вымертывают порядка 600 тысяч яиц в год. Самыми примитивными представителями цистод являются амфилиниды. Они паразитируют в островых рыбах, но их жизненный цикл до сих пор не открыт. Нас, собственно, с вами интересуют настоящие цистоды. И к настоящим цистодам у нас относятся, во-первых, широкий лентец. Ну, начнем с широкого лентеца. У него очень стандартный, очень базовый жизненный цикл для цистод. Собственно, обитает он в кишечнике человека. И оплодотворенные яйца выходят с фекалиями во внешнюю среду. Там они должны попасть в воду. При попадании в воду из оплодотворенного яйца, внутри оплодотворенного яйца, развивается личинка, которая называется карацивий. Это такая широобразная, сильно ресничная личинка. Эта личинка разрывает яйцевые оболочки, какое-то количество времени плавает. Потом, для продолжения жизненного цикла, ее должен проглотить рачок из ветвисто-усых. Собственно, он ее проглатывает. И внутри из карацидия развивается процерпоид. То есть первая личинка, скажем так, первая лентоподобная личинка. Дальше этого рачка должна съесть рыба. Внутри рыбы процерпоид превращается в плероцерпоид. Зачем маленькую рыбку должна съесть большая рыбка? И после этого при поедании недостаточно термически обработанного мяса можно заразиться широким лентецом. Значит, ну, этот жизненный цикл вам должен быть до боли знаком. Жизненный цикл у свиного и бычьего цепля не связан с водой. Матка у них замкнутая, что значит, что яйца накапливаются внутри матки. И поэтому, собственно, когда проглотида забивается оплодотворенными яйцами, она отваливается просто от ленты и выносится целиком. Живет и свиной и бычьей цепень в локишечнике. Дальше вместе с проглотидой оплодотворенные яйца вываливаются в внешнюю среду. Там внутри яйцевых оболочек образуется личинка карацелли. И эту личинку должна съесть корова или свинья или любой другой крупный рогатый скот. Внутри коровы выходит личинка, которая называется финна. Финны пробуравливают стенку пищеварительного тракта, попадают в кровоток, с кровотоком разносятся по мышцам и внутри мышц образуют анкосферы. Это такая толстая циста с ввернутым внутрь червячком. И, собственно, для того, чтобы заразиться свином и бычьим цепнем, необходимо съесть недостаточно хорошо термически обработанное мясо зараженного животного. Парочка интересных фактов. Во-первых, свиной цепень на латыни называется тоннелия солиум. Солиум. Что берет свое начало от того, что свиной цепень в организме человека или в любом другом организме всегда существует в гордом одиночестве. Он выселяет всех остальных паразитов и остается там один-одинешенек. Это во-первых. Во-вторых, свиных и бытих цепней используют для лечения аутоиммунных заболеваний. Потому что они модулируют иммунный ответ хозяина это раз, а два – дают иммунитету цель, на которую можно охотиться. И этот метод в целом достаточно действенный и применяется до сих пор. Значит, следующая фотография будет с мясом. Если вы не любите этот вид, не смотрите. Собственно, вот так на срезе мяса будут выглядеть цисты, онкосферы, вернее. Вот они. В целом их видно невооруженным глазом, но сейчас уже все не так плохо с заражением еды, поэтому можно не бояться. Следующий представитель – это эхинокок. Эхинокок является, наверное, одним из самых страшных ленточных червей для человека, потому что человек для эхинокока является промежуточным хозяином. Вообще у паразитов есть такая тенденция, что паразиты не стремятся убить своего основного хозяина, но стремятся избавиться от промежуточного. Потому что чаще всего для замыкания жизненного цикла необходимо, чтобы основной хозяин съел промежуточного. Основным хозяином эхинокока являются хищники. Взрослая особа питает в тонком кишке основного хозяина. В основном, как я уже сказала, это хищники. Вместе с фекалиями яйца попадают в внешнюю среду и алиментарным путем, то есть через грязные луки, немытые овощи, боляние лицом на траве и так далее, попадают в пищеварительную систему промежуточного хозяина. Из яйца в промежуточном хозяине выходит личинка с шестью ключами. Она прорывает стенку кишечника, попадает в кровоток. С кровотоком разносится во все системы органов, в частности в центральную нервную систему, в кости и так далее. И образуют там специфические гидатидные цисты. Это такие очень толстостенные цисты, внутри которых находятся еще цисты, внутри которых находятся еще цисты. То есть такая матрешечка. И эти гидатидные цисты могут достигать больших размеров, вплоть до 5-7 сантиметров в диаметре. Соответственно, если такая циста начнет расти в мозгу, то это очевидным образом достаточно сильно скажется на работе высшей нервной системы. И для хинокока человек чаще всего является тупиковой веткой, потому что дальше никакого развития не происходит. В случае же, если хинокок развился в каком-то рогатом скоте, который потом радостно съела собачка, то из вот этой цисты выходят протосколиксы. Это такая сдвоенная личинка, как бы выглядит она как сердечко, ну вот она. Протосколикс превращается в сколикс, это личинка, которая уже более-менее напоминает взрослого червя. И сколикс уже превращается во взрослую особь. И еще один класс, который нам остался, я пропустила химинопелеснана, потому что это, оно вам не надо, короче. Класс моногенея или моногенетические сосальщики, они являются эктопаразитами и в редких случаях они переходят к мезо- или эндопаразитизму. Паразитируют они на плавниках кожи и жабрах рыб, часто их путают с грибковыми болезнями, потому что выглядят они в целом по коже. У них есть прикрепительный виск и прочие прикрепительные органы. Жизненный цикл у них без смены хозяев и без смены поколений. Все происходит на одной и той же рыбке. С личинками у них все достаточно скудно, часто они живородящие, в некоторых случаях могут приносить онкомероцидии. Так, на этом с плоскими червями у нас все, поэтому задавайте мне вопросы, я на них поотвечаю, потом мы сделаем перерыв и обсудим еще раз, наверное, строение группы Белотерия. И на этом закончим сегодня. Значит, вопрос, чем финны отличаются от цист? Внутри финны ввернут сколекс с прикрепительными ключами, а внутри цисты ничего нет. Это просто шарик. Это я хотела бы с вами повторить, кто к кому относится на древо-билотерально-симметричных животных. Собственно, все древо-билотерально-симметричных животных у нас делится на две группы. Это первичные роты, и вторичные роты и животные. Большая часть животных, которым мы будем посвящать свое время на этом курсе, относится к первичным ротам животных. Сами первичные роты и животные делятся на три большие группировки. Самая базальная группировка – это трохопорные животные, считается. Первыми от них отделились линяющие, и потом от них отделились щупальцевые. У каждой из этих групп есть свои собственные особенности, которые позволяют их объединить в эти группы. Для трохопорных животных – это личинка по типу трохопоры. Это такая ресничная личинка, у которой есть три ресничных шнура. Выглядит она примерно так. Я сегодня очень хорошо рисую. Вот так она выглядит. У нее есть рот, у нее есть ресничные шнуры, она в планктоне живет, и для большинства животных, которые представлены в группировке трохопорные животные, такая личинка есть или есть очень похожая на эту личинку. Для щупальцевых животных выделяют общим признаком лофофор. Это такой щупальцевый орган, который всегда окружает рот и никогда не окружает анус. Связано это с их развитием в эволюционном смысле и в эмбриологическом смысле. Трохопорные животные и щупальцевые животные вместе, то есть вот эта вот вилка, объединяются в вкладу, который называется лофатрахозоа. И для них характерно общее строение щетинок. Минуту мы рассмотрим с вами подробнее, наверное, на следующем занятии. И остается в группировке линяющие. Значит, в группе линяющие относятся, собственно, насекомые, ракообразные, нематоды и еще некоторое количество других животных, более мелких типов. Мы с вами их сотроним, если успеем. Для них характерно наличие жесткой кутику, которые они сбрасывают в ходе своей жизни при росте, потому что кутикула не растяжит.